Здравствуйте! Вы смотрите формулу здоровья. С вами Мария Шматкова. Сегодня в нашей студии Николай Меринов, врач-нарколог. А поговорим о снюсах. Здравствуйте, Николай Львович. Снюс – это жевательный табак с большим содержанием никотина. И пока производители утверждают, что он безопасен. О чем говорят все-таки врачи? И действительно ли так пагубно влияние снюсов на организм? Интересный вопрос, учитывая то, что снюс все-таки это табачная продукция. А вреде табака многие знают, и в чем она выражается. И речь здесь, наверное, больше будет идти о том, что данная табачная продукция в себе содержит гораздо большее количество никотина, нежели обычная сигарета. Насколько я знаю, содержание никотина в снюсе превышает в 4-5, иногда более раз содержание никотина, нежели в обычной сигарете. Как правило, производители стараются умалчивать? Безусловно. Безусловно. И в рамках этого умалчивания они даже отчасти пропагандируют данную продукцию как средство отказа от курения. Но здесь, на мой взгляд, идет, не то что на мой взгляд, а на взгляд врача, идет подмена, обман. Там табачная продукция, и здесь табачная продукция. В чем тогда смысл? Я так понимаю, что бьют, что просто не выкуривает сигарету, да, не получает легкие смолу и остальные вещества. Отчасти да. Да, касаемо канцерогенов, да, там вроде бы нет продукта горения, вернее, процесса горения. Но суть-то одна и та же, только еще в том, что содержание никотина в разы больше в этих снюсах. Ну и получается, как утверждают врачи, попадает, собственно, никотин гораздо быстрее расщепляется и попадает в организм человека. Безусловно, безусловно, со слизистой, если, так сказать, вернуться к способу употребления, это закладка пакетиков, содержащих размельченный табак, увлажненный иногда с ароматизаторами, что, опять же, привлекается производителями с популяцией определенной. Через слизистую способствует более быстрому усвоению и всасыванию тех самых негативных продуктов, в частности, никотина. На ваш взгляд, все-таки стоит бить тревогу? Оправдано ли беспокойство родителей и общественности? Безусловно, безусловно, стоит обеспокоиться, так сказать, бить в колокола, заниматься всем этим. На мой взгляд, все-таки необходимо утвердить вносимые поправки в законодательство. Родителям и во всех органах власти, школы, полиции, общественной, круглой стало необходимо информировать население, детей, родителей, взрослых, проводить профилактические мероприятия, то есть разговаривать об этом. Но самое страшное, то, что на данный момент данная продукция, она доступна, и в частности, она... Она весьма разнообразна. Да, в силу ее разнообразия и относительной доступности и формальной легальности на данный момент, она широко распространяется в детско-подростковой среде. И производители лукавят. В каком плане? Зачастую их продукция не содержит табака, а появляются, так сказать, чистые никотиновые снюсы. И в том числе никотин, содержащие продукты. Это начиная от зубочисток, пропитанных никотином, причем синтетическим, где опять же содержание никотина в разы превышает содержание никотина в обычных сигаретах. Жвачки, леденцы, пропитанные фрукты никотином, то есть иногда даже древесина, пропитанная никотином, табака нет, поэтому формально легально. И учитывая то, что табачной продукцией детям не запрещена продажа, данная, то, что мы видим на рынке, на улицах, она активно широко распространяется. Получается, купить конфетку, леденец, мармеладку, в общем-то, труда не составит. И здесь самое страшное, наверное, еще заключается в том, что безобидное угощение конфеткой уже, ну, собственно, под запретом. И значит, родители проводят беседы с детьми, привычные, да, нами, когда угощают конфеткой, вроде твой друг или знакомый. Ну, ничего же страшного в этом нет, но оказывается, есть. Да, некоторые вещи доходят до абсурда, но я могу прекрасно понять беспокойность родителей, так как сам являюсь родителем. Снюсы зачастую мы не знаем, кто производит их, как и где, и в том числе состав. И зачастую данная продукция, в кавычках, так скажем, все-таки нелегальная, она может быть стартом развития каких-то более злокачественных и негативных последствий. В частности, даже учитывая то, что сам по себе никотин вызывает зависимость, это раз, да, об этом спорить, я думаю, никто не будет. И несет вред, тем более на подрастающий организм, в частности, на его физическое состояние, там, динамику роста, интеллектуально-амнистические способности, когнитивные способности. Влияет на психику, появляются перепады настроения от сниженного апатии до эйфории, агрессии. Может, может способствовать быть пусковым механизмом к психическим расстройствам. Но учитывая то, что это может быть стартовой площадкой для, так сказать, людей, которые продвигают данную продукцию, тем более активно продвигают на подрастающее поколение, состав может быть неизвестен. И туда могут входить уже запрещенные вещества, которые непосредственно запрещены законом, в частности, наркотические. Насколько быстро развивается зависимость и насколько быстро подвержены, в первую очередь, этому дети и подростки? Я бы сказал то, что дети подвержены и более ранняя проба потребления будет способствовать более злокачественному течению заболеваний зависимости. Не беря там риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых, влияние на иммунитет. Безусловно. Насколько сильная зависимость от никотина? То есть, как она выражается, как это лечится? И есть ли такие пациенты уже у вас? Любая зависимость поддается лечению. Но если касаться табака, никотина, здесь все гораздо сложнее, нежели с алкоголем или запрещенной продукцией. Потому что табак, табачная продукция исторически давно вошла в жизнь человека. И в определенные периоды истории это было модно. Да, безусловно, когда дети, подростки, девочки, будущие мамы, подрастающие юноши сигаретами ходят, это тоже, конечно же, вызывает у меня определенный негатив. Но здесь необходимо обратиться, опять же, к взрослым. Почему эти дети имеют доступ? Когда они? При каких обстоятельствах начали употреблять? Под каким влиянием? Есть ли употребляющие в ближайшем их окружении, среди, опять же, родителей, дедушек, бабушек, тетей? Кто подает им пример? Разговаривали вы с ними или нет? Касаемо детей и подростков, Минздраву утвержден порядок о проведении профилактических медицинских осмотров. Мы ежегодно выходим в школы, к нам приходят подростки. Мы имеем возможность посмотреть, употребляет человек или нет с помощью тест-полосок и моноферментных методов. То, что в простонародье называется, проводим тестирование. На самом деле, это гораздо более объемный процесс, так как он включает сбор анамнеза, оценка клинической картины, проведение объективного осмотра. И проведение комплексного вот этого мероприятия, мы выявляем то, что все-таки наши дети употребляют никотинсодержащую продукцию. Но разделить, курил он или все-таки это был снюс жевательный или сосательный, увы, этого невозможно. Вообще картина насколько серьезная? Ну, начинается с диагностики. Много ли детей в таком или ином виде употребляют табак? Касаемо нашего округа, я бы сказал, не все так плачевно, как по статистике в других регионах. Употребляющие есть, мы их выявляем, проводим индивидуальную работу. Но здесь необходимо обратиться к родителям, которые должны внимательнее и не относиться легковесно к тому, что у ребенка нашли сигарету, табак, содержащий пакетики, леденцы с никотином. Зачастую взрослые относятся к тому, что в подростковом возрасте через сигареты все проходили. Но, увы, мы зачастую не знаем содержание этой продукции, состав. Там помимо никотина может быть еще гораздо большая гадость. Родителям нужно быть внимательнее. Какие симптомы, что в поведении ребенка должно насторожить родителей, чтобы они незамедлительно обратились за помощью к врачам, возможно, к психологам? Потому что это, насколько я понимаю, комплексное все-таки решение данной проблемы. Зачастую родители, столкнувшись с какой-то сложностью, трудностью, тем более, если заметили, что ребенок употребляет, сейчас не будем даже касаться снюсов, никотина, психоактивное вещество, так всеобъемлюще назовем, да, они стараются умолчать, скрыть для того, чтобы это не отразилось на каком-то дальнейшем социальном плане на ребенке. И они умалчивают. И зачастую это приводит, увы, к тяжелым последствиям. Потом в наше время, даже в наше время, все-таки поход к наркологу, к психиатру, он многим приходится переступить через какой-то барьер. Проходит очень много времени. И, увы, это время бывает упущенным. Ну, начать, опять же, поход к психологу, пусть даже в частный центр где-то, да, так сказать, анонимно, но без помощи специалистов, как правило, такие вещи не решаются. Наши двери всегда открыты. У нас есть детско-подростковый кабинет. Это на Говорова, 10. На четвертом этаже детской поликлиники непосредственно в стационаре есть. И на Можаке, 55, также функционирует отделение, где врачи ведут прием. В том числе и психологи также есть. Родителям больше внимания уделять детям, нашим детям, своим детям. Потому что, если мы этого не будем делать, то нашим детям, как правило, уделяет кто-то другой, заинтересованный как раз в распространении. Дети должны быть заняты. У них должен быть сформирован график дня. Они должны, безусловно, заниматься физической культурой, танцами, пениями, чем угодно. Но ребенок должен быть занят. Нельзя отпустить все только на родителей. Школа, сады, училища, институты также занимаются воспитанием. К сожалению, в последнее время почему-то все взрослые ведут сами жизнь. Вот я, моя крепость и все. Но, увы, благополучие общества зависит не только от благополучия какого-то индивидуума, а речь идет о целой популяции, о подрастающем поколении. Как-то так. Николай Львович, правда ли, что употребление снюсов может привести к летальному исходу? К сожалению, это да. То есть, возможно? Да, но учитывая превышающие дозировки, учитывая то, что синтетика, и опять же, зачастую не знают потребители, что они потребляют. То же самое было, когда на рынок, так сказать, в доступе, в продаже появились курительные смеси. Также были летальные исходы, были отравления, были зависимости, были психические расстройства, были последствия. Но все-таки мало об этом говорят, или почему так быстро все распространяется? Казалось бы, век информационных технологий, да, столько вокруг нас информации, но, тем не менее, так легко попасться в эти сети, и очень сложно из них вырваться. Опять же, повторюсь, относительная доступность, формальная легальность, то есть, то, что не запрещено, значит, можно. Обман маркетологов-производителей, незрелость, легковесность населения, в частности, детей, в том числе взрослых, неосведомленность. Опять же, можно вести речь и о культуре, чувство меры, потом вопрос воспитания, как детей, так и взрослых. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. Нельзя, если вернуться, так сказать, на 20-30 лет, там, ой-ой, там где-то прогремел случай, ужас, там, маньяк объявился. Все прекрасно знали, что нельзя разговаривать с чужим, нельзя у чужого брать. Здесь сейчас данные грани, в силу, так сказать, возможно, продвинутой социализации, чему способствует, опять же, технологии тот же самый, интернет, глобальная сеть. Я бы не сказал бы о расторможенности. И, получается, не чувствуют родители, подростки и родители опасности? Безусловно. То есть, кажется, что все же разрешено, но если это продается в магазине, значит, все нормально. Речь идет о снюсах, и, допустим, тот же самый ребенок, вероятно, понимает, что курить плохо, но это же уже не курительный табак. А потом, опять же, когда весь мир боролся, так сказать, с сигаретами, производители нашли выход. Да, безусловно. И, опять же, так сказать, двигателем прогресса является реклама, но здесь несколько о другом. То, что будет спрос, будет предложение. Не покупайте, и, соответственно, производителям не на что будет делать продукцию. Безусловно, но, опять же, есть люди, которые заинтересованы. Во-первых, они являются уже употребляющими то или иное психоактивное вещество. Даже тот же самый снюс, с неизвестной начинкой. И они в интересе свой круг расширить для того, чтобы, опять же, за счет кого-то какое-то время попотреблять. Я имею в виду даже финансовую заинтересованность. Потому что нелегальные вещи, сейчас, так сказать, формально легальные, но нелегальные вещи, как правило, они дорогостоящие. И они требуют каких-то финансовых вложений. Человек употребляющий финансово теряется, он истощается. И необходимо привлечь новые потоки. Поэтому вопрос вовлечения в ту или иную неприятную историю, в частности, в употребление, там очень серьезный маркетинг проводится. Ну, это все безусловно. Самое главное, что уже начались подвижки, конечно же, на законодательном уровне. И депутаты выходят с инициативами. И вообще Российский народный фронт говорит о том, что нужно запретить в том числе и страницы, и сайты, где рассказывают, как употреблять, как приобретать снюсы. То есть работа ведется, возможно, мы опоздали, и скорее всего это так, но хочется верить, что все-таки вся эта информационная сейчас война против снюсов, она увенчается успехом. И родители будут более внимательны к детям. И, безусловно, дети и подростки тоже будут владеть этой информацией, и уже ни за что не согласятся попробовать леденец или мармелад с сомнительным содержанием. Они будут понимать, что это может привести к летальному исходу. Они действительно могут от одной конфеты умереть, потому что никто не может сказать, что она в себе содержит. Безусловно. Ваши рекомендации, Николай Львович? Быть внимательными друг к другу. Разговаривать с детьми. Не только родителям, но и в школах. Заниматься воспитанием подрастающего поколения. Детям здоровья, успехов в учебе, занятия спортом. Спасибо, что были с нами. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова